Друзья, приветствую! Владислав из Сыктывкара прислал посылку с образцами масла Mobil 1 ESP530. Масло использовалось в Toyota Land Cruiser Prado 150, дизельный, 3 литра. Так, вот описание автомобиля, условия эксплуатации. Доливок не было, EGR заглушен, чип Stage 2. К сожалению, средней скорости моточасов нету, сбрасывалась клемма аккумулятора и масло использовалось с октября 2021 по июнь 2022 года. Вот немножко пролилось, видите, по описанию масла, отработка особенно. Сейчас я почищу и приступим. Эталон данного масла у меня есть, проверял его много, часто масло отличное, поэтому я сравню свежий образец от Владислава с эталоном и потом отработку проверю. Так, прибор захотел сейчас проверить чистоту окон, фон измерения. Это такой комплекс его необходимых мероприятий, калибровок, так называемых. Да, кстати, калибровку по проверочной жидкости, он тоже проходит раз в 100 измерений. Я просто не показываю, это длительной, специальной жидкостью капаешь, он сравнивает ее с эталоном и по совпадению, и дополнительно окна проверяет, источники излучения и все такое. Так, все, заложил пару капель масла, и смотрите, что получилось. 96% по противоизносным присадкам, очень близко, но вот здесь как бы загадочная немного картина. 60-х по гликолю. Я даже не знаю, что это такое, откуда эта гликоль, не может такого быть, какая-то ошибка. Я не знаю, не понимаю, честно говоря. Все остальные показатели в норме. Значит, сажи 0, 1,98 кислотная, в эталоне у меня 2,06 тоже рядышком, и в эталоне 8,1 щелочное, здесь 8,3, чуть выше щелочное, чуть ниже кислотное. Может быть, это как бы конкретная рецептура данного масла. Вот, возможно, по гликолю какой-то компонент заменили. Я сталкивался уже с этим, то есть, один компонент меняют на другой, и вот гликоль выскакивает, как бы это может быть от пакета, хотя они близки. Так, ну и можно приступать к проверке отработки. Вот я уже говорил, значит, трехлитровый дизель 1КД-ФТВ, 173 сила, но здесь чип, значит, чуть более 100 тысяч пробег общий, 104 700, и пробег на масле 8 221 километр. Использовалось октябрь-июнь. Так, все, закладываю масло, и давайте посмотрим, что намерит прибор по отработке. Так, еще секунду и смотрим. 78% по противоизносным присадкам, одна десятая гликоль, но это такое пограничное значение. Смотрите, в принципе 0,27 сажи немного, масло полностью живое, 3,12 кислотное тоже нормально, чуть больше единицы подросло, да? И 5,4 щелочное, 711 по воде, а PPM 350 в свежем я корректировал. Так, масло рабочее еще, как бы есть запас у него, ну и живое полностью, то есть на этом пробеге здесь никаких проблем нету с маслом, и нитрова, и окисление, все-все-все в норме. Единственное, вот одна десятая гликоля, но это ноль и одна десятая, это следующий шаг, может быть, что-то там он не совсем так. Граничное значение, плюс-минус. Так, сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью, закладываю свежую отработку в линейку и посмотрим. Да, не забываем, значит, здесь на секундочку, заглушенный EGR и вот он, пожалуйста, на линеечке. EGR заглушен, загущение минус 3% от максимального до красной зоны, то есть здесь масло шикарно держится по вязкости, то есть вообще никаких вопросов к нему, небольшое загущение, но это именно от EGR. Тюнеры могли бы подправить это, чуть-чуть добавив топлива, я считаю, но тем не менее, вот так, ничего вообще страшного, криминального. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео и вот, пожалуйста, прогноз ресурса, что было, что стало. Естественно, значит, те значения, которые я в свежем намерил, я их не использую, я сравниваю с данными эталона и вот у меня что получилось. Моющие и нейтрализующие свойства 13 тысяч 200 километров, по нейтрированию 19 тысяч и, ой, космос какой, по вязкости 274 тысячи, можно вообще, вязкость можно оставить, а все остальное менять, шучу, конечно. Да, ну вот топчик, масло топчик. Ну и с другой стороны дизель, дизель тоже отлично, лучше относится к маслу, чем бензин. Вот другие химические процессы происходят, вот, но тем не менее, сгорание там и там, в одном случае это инициатор, это искра, а в другом случае отжатие в дизеле. Ну, здесь нюансы. Ну, вот такой прогноз, жаль, что нет моточасов. Значит, Владислав писал, что на одном из СТО сбрас, по показаниям была средняя скорость 41-31, но этот тоже, ну, скажем так, не репрезентативно, это за 1280 километров, в описании там написано, вот, потому что на другом промежутке и тоже непонятно, когда зимой, летом, скорее всего последние вот эти, более, ну, летние, зимой скорость могла быть значительно ниже и прогревов больше и, ну, как бы, нюансы важны. Не знаю, сложно тут сказать, какая скорость, надо ориентироваться на, в данном случае, только на пробег. Вот, ну, 13000, даже если это средняя скорость, там, 30 километров в час, ну, в любом случае это, блин, 400 с плюсом моточасов, вот так, я считаю, в этом моторе конкретном. Ну, что можно сказать, по маслу вопросов нет, по мотору тоже вопросов нет, вот, масло отличное, мотор тоже работает хорошо, топливное в порядке, 0,27 за этот пробег сажи невысокий, вот, ну и понятно, что невысокая сажа и противоизноска не зашкаливает, как чистенько бывает на завышенной саже, из топлива противоизносная присадка попадает в масло и показывает завышенные значения. Благодарю Владислава за предоставленные образцы, за поддержку канала, всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока!